Магадан Магадан простился с ветераном Великой Отечественной войны Александрой Сафроновой. Александра Васильевна родилась в Курской области в 1923 году. Когда началась война, ей было всего 18 лет. Немцы подошли к Москве. Она попросилась на фронт, для этого в военкомате прибавила себе возраст на год. Александра окончила ускоренные курсы медсестер. И за два месяца помимо медицины освоила парашютное дело и получила водительские права. Главной ее обязанностью было выносить раненых с поля боя. Заслуги Александры Сафроновой были отмечены Орденом Великой Отечественной войны второй степени. Медалями за отвагу, за победу над Германией, за взятие Вены, за взятие Будапешта. Я благодарен вам, Александра Васильевна, за то внимание, которое вы всегда оказывали молодежи. Вас знают пацаны многих поколений города Магадана. Спасибо вам за то, что вы постоянно были у нас в клубе «Подвиг». Ребята вас очень любят, любили и будут любить и вспоминать вас всегда, как шефа нашего клуба «Подвиг». Мне сегодня очень больно говорить. С вашим уходом у нас осталось совсем мало ветеранов Великой Отечественной войны. Всего два человека. Мы хотим, чтобы они еще долго были с нами. Александра Сафронова попала на север вместе с мужем. Работала лагерной медсестрой, а позже лаборантом в районной больнице. В 2015 году была приглашена на празднование юбилея Победы в Москве. Александра Васильевна прожила на Колыме более 60 лет. Доблестно воевала, защищая наше Отечество на полях сражений Великой Отечественной войны. Добросовестно трудилась, поднимая разрушенную после войны экономику страны. И много-много лет посвятила воспитанию нашего подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей родине. 5 марта этого года Александре Васильевне исполнилось 98 лет. Чествовали ветерана, как всегда, первые лица города и области, а также общественники, представители силовых структур, друзья и близкие люди. Тогда она пообещала, что доживет до 100 лет, но этого не произошло. Субтитры создавал DimaTorzok